У каждого доктора есть особенные пациенты, о которых помнишь всегда. В эту группу они попадают по личной классификации врача, как наиболее сложный, необычный или редкий по диагнозу. А еще существуют градации, как самый маленький по возрасту и даже по весу. Самым маленьким пациентом Андрея Дмитриева был ребенок, родившийся в срок 24-25 недель, с массой тела всего лишь 590 граммов. Сейчас ему уже полтора года. 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Данная проблема находится под пристальным вниманием как государства, так и региональной власти. Медицинские и экономические вопросы выхаживания недоношенных детей планомерно решаются. Эту задачу в нашем регионе, как и во многих других, выполняет перинатальный центр, который оказывает необходимую помощь женщинам в вынашивании ребенка и выхаживает детей весом от 500 граммов. Усилиями и органов управления Рязанской области и медиков у нас в регионе создана трехэтапная, трехуровневая система оказания медицинской помощи. И благодаря, в первую очередь, вот этим организационным мероприятиям все женщины с проблемными родами концентрируются в перинатальном центре. И, соответственно, здесь концентрируются и специалисты, и аппаратура, которая необходима для оказания высокотехнологичной действенной помощи. Статистика неумолима, и наш регион не исключение из общемирового правила. Недоношенных детей рождается все больше и больше. И это счастье, что благодаря современным технологиям, профессионализму и заботе опытного персонала даже самые маленькие малыши получают жизнь. У меня родились 17, вот сегодня нам ровно месяц детишки двойня, третий-четвертый ребенок в нашей семье, вес кило 240, кило 590 при рождении. Родились на 32-й неделе. И до этого момента мы даже не подозревали, что есть такие отделения, где таких деток выхаживают и выращивают. В данный момент мы уже сегодня празднуем месяц, уже достигли веса гораздо большего. И вот благодаря врачам сначала 17 дней в реанимации, потом, соответственно, вот сейчас отделение патологии, недоношенных, новорожденных, наши детки растут, у нас есть шанс где-то, может быть, через месяц уже домой вместе выйти. У меня родился мальчик, килограмм 300, тоже скоро будет месяц, 22-го числа, третий ребеночек. Тоже в реанимации лежали долго, потом перелезь сюда, ну, уже так подрос, уже можно взять и на ручки, и подержать, и покормить.